Сегодня в столичном Покровском парке, это бывший парк Кирова, открыли новый арт-объект. Беседка с красными лентами посвящена людям, умершим от спида. Люди будут смотреть, получать удовольствие от красоты этого объекта и задумываться о том, что да, есть такая проблема, и в моих руках сделать так, чтобы она меня не коснулась. Мы думали о том, чтобы этот объект был не только красивым, но и функциональным. То есть, чтобы люди, особенно молодежь, могли его использовать в своих фотографиях, просто посидеть, погулять. Основной элемент беседки – красные ленты по периметру, международный символ борьбы со спидом. Подобные арт-объекты есть во многих странах. Очень хороший такой жест привлечения к этой проблеме, потому что у нас молодежь очень мало информирована на эту тему. Стыдно не знать о своем статусе, не знать о своем здоровье, вот это стыдно. Стыдно то, что очень многие так думают. На самом деле, нужно регулярно проверять себя и на ВИЧ, и на все остальные заболевания сдавать тест, потому что это, наоборот, умно знать свой статус. Заболеваемость ВИЧ-инфекции в Приднестровье высокая. Каждый год выявляют в среднем по 200 новых случаев. Это официальная статистика. Неофициальная – в несколько раз выше, говорят медики. В Центре по борьбе со спидом отмечают, в последние два года наблюдается снижение заболеваемости. Но, скорее всего, это связано с пандемией. Люди стали меньше обращаться в медучреждения. Главное оружие в борьбе с ВИЧ-инфекцией – это по-прежнему раннее обнаружение вируса. Своевременное лечение, говорят врачи, гарантирует шанс на обычную жизнь. Есть в настоящее время эффективные лекарства, которые полностью подавляют развитие вируса в организме человека. И вирус не наносит никакого урона здоровью людей. И поэтому люди, которые получают именно эту терапию, антиретровирусную терапию, они работоспособны, ведут здоровье в образ жизни. И женщины ВИЧ-инфицированные в настоящее время рожают здоровых детей. Беседка – не первый тематический арт-объект в Покровском парке. Ранее здесь установили инсталляцию в виде одуванчика в память о жертвах домашнего насилия.